До начала посевных работ остается совсем немного времени. На заседании регионального правительства рассмотрели предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, растеневодам, животноводам, фермерам. Подробности у Натальи Чекет. Целый блок вопросов был посвящен распределению субсидий сельхозтоваропроизводителям. Так, в этом году 21 аграрий может получить поддержку на уплату страховых премий в сфере растеневодства. Еще 9 предприятий получат субсидию на частичную компенсацию затрат при страховании животных и товаров аквакультуры. Всего на эти цели из федерального и областного бюджетов выделено более 48 миллионов рублей. Прежде всего, это принятие порядков для скорейшего доведения средств нашим сельхозтоваропроизводителям до начала активных сельхозтоваропроизводителям. Средства планируется довести до 1 апреля, чтобы они были перечислены. Малым и средним предприятиям АПК из областного бюджета предоставляется поддержка на приобретение оборудования для молочно-товарных ферм. Компенсируется 20% от понесенных затрат. В этом году правом на получение субсидий сможет воспользоваться 21 производитель Верхней Волжья. Также в регионе действует ряд других мер. В частности, предоставляются субсидии на поддержку племенного животноводства. В этом году 13 потенциальных получателей смогут компенсировать затраты на приобретение кормов, ветеринарных препаратов, горюче-смазочные материалы, запчасти для сельхозтехники. Работа ведется по распределению средств в части увеличения бюджета сельского хозяйства на регион. Как мы и говорили, 1 миллиард рублей дополнительно. 300 миллионов сегодня принято решение выдать до 1 июня. В том числе на компенсацию затрат на приобретение сельхозтехники. Уверен, что эта задача будет выполнена и положительно скажется на объемах производимых работ и введении земель в оборот, ну и соответственно на объеме выпускаемой продукции. В этом году решением регионального правительства упрощены процедуры подачи заявок на получение мер поддержки, предусматривающих финансирование из федерального бюджета. Теперь сельхозтоваропроизводители смогут это сделать в электронном виде на едином портале бюджетной системы.